Я бы разделил на две части. Я считаю, что Европейский суд по правам человека надо игнорировать, потому что никаких реальных прав, никаких реальных человеков они не защищают. Это политизированная, ангажированная организация, которая выполняет определенный социальный заказ. И мы в этом много раз убеждались. Это примерно из той же категории, как прозападные финансируемые из-за рубежа НКО. Это тоже агенты, агенты влияния. А вот что касается голосования политзаключенных, я бы выступил «за», потому что все-таки это мужчины в основном большинство. Во-вторых, в заключении человек меняет свое мировоззрение. Очень многие, кстати говоря, приходят к другому пониманию жизни. Плюс люди, очень многие сидят ни за что. У нас у меня был приятель, который работал в дирекции ФСИНа, был замдиректора ФСИН. Он мне говорил, что чуть не половина заключенных, это люди в возрасте до 40 лет, которые сидят за преступления, суммарный ущерб, которым не превышает 500 рублей. Вот какая аудитория у нас сидит в тюрьмах. Поэтому этим людям надо предоставить хотя бы такие права – голосовать. И они во многом более, мне кажется, тонко чувствуют ситуацию, чем те, кто живут на воле и пропивают свои нетленные души. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok